Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Дефицита медицинских масок и противовирусных препаратов не будет. В крае для этого проверят все аптеки. В Сочи отремонтировали 40 лифтов. В работе вдвое больше. На эти цели по всему краю выделено полтора миллиарда рублей. Выпады, уколы и путевка в сборную. Сочи принимает первенство России по фехтованию среди кадетов. В России назвали самые скромные города. Это результаты масштабного опроса. В рейтинге есть и Сочи. В Краснодарском крае за два дня на коронавирус проверили четырех человек. Это данные Министерства здравоохранения на 6 февраля. По данным ведомства 4 и 5 числа на коронавирус проверили еще четырех человек, прибывших в Краснодарский край самолетами. Если у человека в полете появляются симптомы простуды, то по приземлению в аэропорту его осматривают. Если обнаруживают признаки простуды, то на 2-3 дня госпитализируют и проводят обследование. За последние два дня ни у кого из обследованных коронавирус не обнаружили. По данным на 6 февраля от коронавируса в китайской провинции Хубей погибли 549 человек. Всего число зараженных в Хубей достигло 19 700 человек. Не допустить дефицита медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках Кубани, а также проконтролировать их стоимость. Такую задачу поставила заместитель губернатора Кубани Анна Менькова во время очередного селектора. На связь с краевой столицей вышли кураторы соцблоков на местах и представители некоторых аптечных сетей. С начала недели спрос на медицинские маски увеличился в два раза. Ажиотаж связан со вспышкой коронавируса в мире. Жители Кубани буквально пачками скупают средства защиты. И именно на таком желании предотвратить недуг многие поставщики медпрепаратов пытаются подзаработать. Везде, где есть наши филиалы или наши обособленные подразделения, у нас есть запас разных стоимости, но маски у нас есть. Запас, к сожалению, небольшой. Порядка до конца месяца. Мы провели анализ поставщиков, которые могут продать. На сегодняшний день нам все отказали, все, за исключением, может быть, одного оптовика, который сегодня продает эти маски, одну штуку за 8,50. А раньше она стоила 85 копеек. Вы должны передать всю информацию, к кому вы обращались, к каким компаниям вы обращались, передать в управление ФАС, для того, чтобы мы провели анализ. Но судя по тому, что все идут в отказ по поставке сегодня необходимых масок, это говорит о том, что ситуация нездоровая, она ненормальная. И что касается нашей аптечной сети, то, конечно, мы должны сделать все возможное, все, что от нас зависит, Евгений Федорович, чтобы в государственной аптечной сети, пусть ее небольшое количество, но все необходимые маски, препараты были обязательно. То есть поводов для того, чтобы происходило в сегодняшней ситуации, их нет, но вместе с тем факты отсутствия масок в аптеке, факты реального завышения цены сегодня есть. Вплоть до того, что сами повыезжайте в свои аптеки и проверьте, какая ситуация у вас в ваших муниципальных образованиях. Факты незаконного повышения цен пресекут. Федеральная антимонопольная служба края незамедлительно будет возбуждать дела. Штрафные санкции предусматривают от 15% с оборота аптеки. А это значит, что многие предприниматели рискуют стать банкротами. Напомню, накануне глава государства уже дал поручение лишать лицензии те организации, которые, пользуясь ситуацией с коронавирусом, изменили стоимость на средства индивидуальной защиты. Печальная новость. Минувшей ночью ушел из жизни глава Новопокровского района Краснодарского края. Юрий Ревякин скончался на 55-м году жизни в результате инфаркта. Соболезнования его семье выразил губернатор Вениамин Кондратьев. Такой ранний уход из жизни – невосполнимое горе для близких людей и большая потеря для всего края. Юрий Михайлович направлял все свои силы на развитие Новопокровского района и горько осознавать, как много он бы успел еще сделать. Мы все сохраним светлую память о Юрии Михайловиче как об искреннем, порядочном человеке, неравнодушном к заботам земляков. Ревякин родился 15 декабря 1965 года в Кропоткине. С 2009 по июнь 2016 года работал главой администрации Ильинского сельского поселения. Затем был назначен начальником управления сельского хозяйства Новопокровского района и заместителем главы. Новопокровский район Юрий Ревякин возглавил осенью 2017 года. И продолжаем выпуск. Роль регионального бизнеса в реализации нацпроектов сегодня обсуждали в Краснодаре. Глава Кубани в неформальной обстановке встретился с представителями делового сообщества края. Венемин Кондратьев отметил, что сегодня экономика региона шестая в стране. В прошлом году собственные доходы составили 320 миллиардов рублей. И в этом большая заслуга бизнеса. Коллеги, мы все вот сколько здесь сидим и много залов. И все разные, я уверен, по взглядам, по политическим оценкам. Но, коллеги, мы все с вами должны быть едины в одном. В результате. В результате он у нас один общий на всех. И отделить ваш результат, финансовый результат, прибыль ваших предприятий от финансового результата региона. От прибыли региона невозможно, потому что мы заинтересованы в целом в одном и том же. Вам нужен финансовый результат для того, чтобы вы уверенно и сегодня чувствовали себя. Ваш бизнес и развивался. А нам, естественно, налоги, которые мы имеем, рабочие места, то же самое. Только чуть-чуть с другого взгляда. Роль регионального бизнеса, реализация национальных проектов, успех реализации проектов зависит от правильной расстановки роли каждого участника. Власти не смогут реализовать национальные проекты без бизнеса. И бизнес не сможет эффективно участвовать в них без четких правил, идущих от чиновников и сопровождения всех этих проектов. Благодаря эффективной работе и налоговым отчислениям крупнейших предприятий края в регионе могут реализовывать масштабные задачи, поставленные в рамках национальных проектов, отметил губернатор. Миллионы тонн черного золота по трубам нефтеперерабатывающий завод в поселке Ильском выходит на новые позиции в отрасли. Здесь состоялось подключение к магистральному нефтепроводу, что даст толчок к модернизации всего предприятия. Старт работы нового участка дал губернатор Краснодарского края. На градообразующем предприятии планируют не только получать высококачественный бензин, но и вдвое увеличить число рабочих мест. Нажатие на кнопку и по трубам потекло черное золото. До 6000 тонн нефти в сутки безостановочно теперь напрямую поступают в поселок Ильский. Подключение местного нефтеперерабатывающего завода ко второй ветке магистрального трупопровода делает предприятие ведущим на юге России в своей отрасли. После торжественного запуска губернатором и руководством НПЗ на счетчике в реальном времени сразу видны объемы поступаемых углеводородов. В октябре-ноябре мы сдаем шестую установку и объем переработки увеличится в два раза. У вас получается налоги будут более 3 миллиардов? Да. Если вы с 3 миллионов тонн, практически до 7 миллионов тонн увеличите переработку нефти, налоги поднимаются примерно на 3 миллиарда в бюджет всех уровней работающих. Плюсом к 2024 году становится еще одна тысяча. Это же не только, по большому счету, создание новых мощностей, это создание условий, в том числе и для людей, которые здесь живут, чтобы занятость была. Это, в первую очередь, зарплата и стабильность населения, о чем мы говорим. Большая экономика складывается из экономик вот таких предприятий и района, и края в целом страны. Сама новая ветка нефтепровода начинается далеко за заборами завода. Ее общая протяженность 21 километр. До этого часть сырья доставляли по железной дороге. Нефть по трубопроводу поступает на завод через трубопровод диаметром 500 миллиметров и попадает на первый блок технологические узла учета. Блок метров можно считать первым рубежом узла учета по приему нефти. Здесь происходит улавливание возможных примесей, которые могут находиться в нефти. Увеличение пропускной способности по приему нефти дало возможность модернизировать сам завод. Чтобы справляться с таким количеством сырья, здесь начали строить новую установку по переработке. Когда ее полностью ведут в эксплуатацию, сюда будут поступать почти 7 миллионов тонн нефти в год. Из нее к 2024 году на предприятии начнут выпускать высококачественный бензин еврокласса. На сегодняшний день такого производства нет не только на Кубани, но и в соседних регионах. Продавать топливо рассчитывают внутри Краснодарского края. Соответственно, отсутствуют затраты на сложную логистику. А значит, себестоимость бензина 92-й и 95-й марок окажется ниже, что повлияет и на цену на автозаправках. Через 4 года на заводе рассчитывают, что работой здесь будут почти 2000 человек. Сейчас 70% сотрудников – это местные жители из Северского района. С теми, кто трудится на предприятии, Вильмин Кондратьев встретился отдельно. Глава региона особенно подчеркнул, что такие градообразующие производства должны помнить о социальной ответственности бизнеса и инвестировать не только в технологии, но и в человеческий капитал. Я благодарен руководству предприятия, собственникам предприятия, за то, что у них слова не расходятся с делами. Мы еще два года назад говорили о том, что это нужно делать. Мы, кстати, подписали соглашение в Сочи, они взяли и сделали. Вложили огромные миллиарды, большие миллиарды, для того, чтобы сегодня мы с вами вместе поздравили друг друга с запуском нефтепровода. Это важное событие и не только для вашего предприятия. Это событие важное для района, края, страны, друзья, для каждого из вас. Уже после всех торжественных церемоний губернатора здесь же на производстве проводится вещание. Говорят в первую очередь об экспортном потенциале региона. Хорошие показатели в этом направлении у сельского хозяйства. Но серьезным игроком на международном рынке после модернизации станет и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Внедрение высоких технологий в рабочие процессы может прорубить не только окно в Европу. Тем более, что только на оборудование нового комплекса по переработке нефти потратят 25 миллиардов рублей. Мы наращиваем экспорт. А экспортно-ориентированная экономика – это тоже устойчивая экономика для большого успеха экономики нашего края. Поэтому наращивание экспорта сегодня благодаря вашему предприятию для нас тоже стратегически, принципиально важно. На самом деле это экспортный ресурс и очень серьезный экспортный ресурс нашего края. Дизельное топливо, скорее всего, что примерно процентов 50-60 мы его будем экспортировать. Ксилол, талол тоже экспорт. Пропан, бутан тоже продадим. Но никакие бизнес-цели не должны, конечно, отрицательно влиять на то место, где расположено само производство. Глава региона попросил руководства завода тщательно отнестись к вопросам охраны окружающей среды. Самая основная важная тема – это охрана окружающей среды. У нас есть и очистные сооружения промыленевых стоков, очистные сооружения биологической очистки. Есть лаборатории. На Ильском МПЗ используются современные факельные системы закрытого ТИМа. То есть полная автоматизация всех процессов и продуманная противоаварийная защита. Общий планируемый объем инвестиций в модернизацию Ильского нефтеперерабатывающего завода до 2024 года составит порядка 70 миллиардов рублей. А после посещения нефтеперерабатывающего завода глава Кубани принял участие в открытии спорткомплекса в поселке Ильский. Зал площадью более тысячи квадратных метров возвели за год специально рядом с местным стадионом. Теперь в Ильском есть все необходимое для занятий физической культурой. Ребята смогут в любую погоду проводить время с пользой. Несмотря на статус малобюджетного, здесь есть все необходимое. Раздевалки, душевые комнаты, медкабинет. Мини-футболом, баскетболом, волейболом, гимнастикой здесь смогут заниматься десятки будущих чемпионов. К открытию комплекса готовились все местные юные спортсмены. А воспитанницы секции художественной гимнастики поставили специальный номер. Такие выступления, они заставляют меня, нас еще больше, активней делать все, чтобы у вас такие спортивные залы появлялись. Сегодня есть запрос на занятия спортом. Сегодня у нас мальчишки и девчонки снова считают нужным заниматься спортом. Вот мы такую возможность должны им дать, вам дать. Я всем вам хочу пожелать, чтобы вы в жизни шли к своей мечте, шли к своей цели. И никогда не отказались ни от своей мечты, ни от своей цели. Потому что ваш успех – это успех вашего района, это успех нашего края, это успех нашей великой России. Потому что вы и есть Кубань, вы и есть Россия. Юные спортсмены уже приступили к первым занятиям на новой площадке. Главное преимущество таких спорткомплексов – доступность. Их строят в основном в небольших поселениях и с минимальными затратами из бюджета. Здесь могут заниматься не только школьники, но и взрослые. Зал построили по краевой программе развития физической культуры и спорта, которая предусматривает строительство малобюджетных спорткомплексов в каждом районе региона. И, как ранее поручал губернатор, каждый год планируется возведение не менее 10 подобных спортивных комплексов. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 7 февраля в Сочи облачно, дождь. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем 5-7 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9. В Красной Поляне 7 февраля переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем плюс 5, плюс 7. В Краснодарском крае в этом году планируют отремонтировать 774 лифта. Власти региона выделили на эти цели около полутора миллиардов рублей. Ремонт проведут в 254 многоквартирных домах. В Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Ейске, Белореченске, Кропоткине и Станице Северской. По плану уже капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию 40 лифтов в Сочи. Еще по 85 ведутся строительно-монтажные работы. Региональный оператор выбирает подрядчиков с помощью электронных торгов. Больше всего многоквартирных домов с лифтами находятся в Краснодаре, Сочи и Армавире. И мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 6 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер, юго-восточнее города Бреслау. Советские войска прорвали сильно укрепленную оборону фашистов и за три дня с боями продвинулись вперед почти на 20 километров. Переправа через Одер была трудной. Ширина реки в этом месте 500 метров, вода не замерзла. Передовые отряды переправлялись на подручных средствах. Захватили несколько плацдармов и помогли навести переправу. Несмотря на шквал огня, долговременная оборона немцев была прорвана. Одер – последний водный рубеж, отделявший советское наступление от самого сердца гитлеровской Германии. А в Берлине в это время продолжались бомбардировки. Из-за пожаров и сумятицы тысячи жителей решили покинуть столицу. Беженцев так много писали газеты, что на дорогах образуются пробки. А на родине солдат поддерживают как могут. Полтавщина собирает деньги на строительство эскадрильи. Назвали ее «Полтавщина-победителя». За три дня область собрала почти 5 миллионов рублей. Тем временем страна готовится отметить годовщину Красной Армии. К этой дате горники Донецка решили выполнить февральский план к 23 числу и дать сверхмесячного задания два эшелона угля. Также в этот день, 6 февраля, родился советский военачальник, герой Советского Союза Александр Ефимов. В 1942 году он окончил Луганскую военную авиашколу и сразу же ушел на фронт летчиком штурмового полка. Спустя два года стал командиром эскадрильи. Всего за годы войны старший лейтенант Ефимов совершил 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2. Уничтожил 85 вражеских самолетов на аэродромах, что стало высшим достижением среди советских летчиков всех родов авиации. Сбил 8 самолетов в воздушных боях, вывел из строя большое количество техники и живой силы противника. Ефимов был дважды награжден званием Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». За полувековую службу в армии он прошел путь от простого летчика до главнокомандующего военно-воздушными силами и заместителя министра обороны СССР. Именем Александра Ефимова назван военный городок в Ростовской области. На скромность не жалуемся. Агентство Zoom Market провело опрос, какие города России самые скромные. Жители спрашивали, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущества или достаток и могут ли назвать себя скромными. В топ-10 по уровню непритязательности попали Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Омск, Саранск. Москва заняла 20-е место списка, Сочи оказался на 23-й позиции. В целом скромными себя считают 68% жителей крупнейших российских городов. А в почтовых отделениях Краснодара, Сочи и Новороссийска начали выдавать паспорта болельщика на чемпионат Европы по футболу 2020. Это ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Оформляется бесплатно и однократно на все матчи чемпионата в Санкт-Петербурге. Документы уже получили больше 70 жителей края. Для того, чтобы получить паспорт болельщика, необходимо оформить заявку на сайте fanid.ru, а также выбрать способ получения. Тем, кто выбрал доставку почтой, паспорт болельщика выдадут в Сочи на главпочтамте по улице Воровского. Для получения надо предъявить документ, который был указан при оформлении заявки. Я напомню, чемпионат Европы по футболу стартует 12 июня. Сочи принимает первенство России по фехтованию. Сегодня первый день крупного турнира. В нем принимают участие девушки и юноши до 18 лет. На турнире в Сочи они борются не только за медали престижного состязания, но и за шанс попасть в сборную страны. За ходом первого дня соревнований наблюдала наша съемочная группа. На первенство России по фехтованию в Сочи приехали порядка 800 спортсменов из более чем 35 регионов страны. Это кадеты – юноши и девушки до 18 лет. Сегодня на базе Федерального центра «Югспорт» стартовый день престижного турнира. Первыми на дорожке вышли юноши. Они состязались на рапирах в личном зачете. Сильных участников привезли представители Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ярославской области. Думаю, не менее яркие выступления также покажет и Москва. По разным видам оружия идет развитие как в мужской, так и в женской рапире абсолютно на разном уровне. Но, тем не менее, очень приятно, что у нас представлено более 35 регионов. И не в каждом из них фехтование культивируют и развивают этот вид спорта много лет. Например, в Брянской области. Для рапиристов из этого региона нынешнее первенство России – один из первых крупных стартов. Артем Ковалишин сегодня в шести боях в группе в сумме нанес всего пять уколов противникам. И не обыграл ни одного. Впрочем, спортсмен из Брянска не отчаивается. Говорит, на данном этапе для него главное – не количество очков. Мы пробуем фехтовать со всеми. Учимся фехтовать. Летим на все российские соревнования, чтобы получать опыт, развиваться в фехтовальном плане. А для Дмитрия Осипова первенство России – это еще один шанс закрепиться в рейтинге кадетов. Там он сегодня занимает верхнюю строчку. 13 очков отрыва у меня от второго места. В январе я был первым. Потом мы поехали на международное соревнование в Словакию. Там я первое место в рейтинге потерял. А на первенство России среди юниоров вернул. То есть этот рейтинг – это довольно-таки условное обозначение. И постоянно места меняются. Не главное, какой ты в рейтинге. Главное – именно показывать результат на важных стартах. Вот, например, как эти. Показывать высокие результаты у Дмитрия Осипова пока получается. Сегодня он выиграл все шесть боев в группе, пропустив всего четыре укола. Причем три из них в одном поединке с Александром Бологовым из Тюмени. За медали турнира раперисты будут сражаться также 7 и 8 февраля. Завтра девушки. В субботу – командные соревнования. После в борьбу за медали вступят шпажисты. Завершат программу первенства в Сочи бои на саблях 12 и 13 февраля. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в первенствах Европы и мира. Главные старты года пройдут в конце февраля в Хорватии и в апреле в США. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.